Аксиома. Чем тоньше талия, тем дольше жизнь. Да, похоже, это действительно так. Все большее число исследований, проведенных в самых разных частях земного шара, подтверждают, продолжительность и качество нашей жизни во многом зависят от объема талии. Чем этот объем меньше, у женщин он не должен превышать 80-82 см, тем больше у вас шансов никогда не столкнуться с такими заболеваниями, как инсульт, инфаркт, астма, диабет, заболевания печени, онкологические заболевания. Посмотрите, сколько, какой большой перечень. Наиболее масштабные исследования в этой области проводились в Америке. Обследовав почти 80 тысяч человек, американские медики пришли к выводу, что в развитии сердечной недостаточности существенную роль играют жировые отложения на талии. А вот отклонение от нормы общей массы тела, хотя и сказывается на сердечном здоровье, но относительно несущественно. Другие исследования в Великобритании, Австралии и Японии убедительно доказывают связь между абдоминальными в области живота и талии запасами жира с риском приобрести диабет второго типа, опухоли, кишечника и некоторые другие серьезные заболевания. Так что же такого фатального в этом жире? Чем он отличается от жира, к примеру, на бедрах? Итак, жир жиру рознь. Жир, который портит очертания нашей талии, бывает двух типов. Я надеюсь, что мы уже об этом знаем. То есть подкожно-абдоминальный и висцеральный. Подкожный абдоминальный жир, может не добавляет нам стройности, но здоровью практически не угрожает. Другое дело, как я уже не раз воспугал, висцеральный. От латинского висцера, внутренний. Этот жир, который накапливается в брюшной полости и обволакивает опять же зенобажные органы и способен вырабатывать химические вещества, в том числе около 30 гормонов. Эти активные вещества обладают способностью повреждать стенки артерий сердца и мозга, провоцируя тем самым инсульты и инфаркты. Их деятельность повышает риск развития злокачественных опухолей, вызывает воспалительные процессы. Метаболически активные клетки висцерального жира заставляют печень работать в усиленном режиме, с которым она может и не справиться, что чревато нарушениями в работе внутренних органов и развитием, как я уже говорил, диабета второго типа. Комплекс симптомов, которые часто сопровождают висцеральное жирение, называют метаболическим синдромом. Последние исследования в области распределения жировых тканей показали, что внутренний жир особый, и его относят к эндокринной системе. Когда человек набирает вес, происходит увеличение клеток жира в размерах, в то время как на бедрах увеличивается количество самих клеток. В принципе, разумное количество жира на бедрах и ягодицах у женщин не только не вредит им, но и всегда считалось показателем хорошего здоровья и красоты. И некоторое увеличение жировой прослойки в этих частях тела даже может обладать защитным эффектом от развития метаболического синдрома. К счастью для женщин, в молодом возрасте у них довольно редко развивается висцеральное ожирение. Об этом мы тоже говорили. Но вот с возрастом, когда падает уровень эстрогена в организме, в области живота и талии у женщин также начинает накапливаться вредный висцеральный жир. Об этом всегда стоит помнить. Чтобы обнаружить у себя в организме излишки этого вредного для здоровья жира, нужно пройти обследование на магнитно-резонансном сканере. Но можно и просто измерить собственную талию. Если объем талии больше 80-82 см, то это косвенно свидетельствует о наличии избыточного скрытого жира. Ну, впрочем, подать в панику в этом случае не следует. Но, безусловно, активно заняться своим образом жизни и рационом питания стоит. Не все средства хороши. Конечно, избыток жира на талии – это некрасиво и чревато вредными последствиями для здоровья. Но не стоит пороть горячку и стремиться во что бы то ни стало в кратчайшие сроки избавиться от этих отложений. Голод, экстремальные диеты, таблетки для похудения, изнурительные физические упражнения – все это неверный путь к решению проблемы, который может только усугубить сложившуюся ситуацию. О вреде жестких диет именно для процесса похудения говорят результаты многих исследований. Чем чаще сидеть на диетах, тем больше вероятность не потерять вес, а наоборот – приобрести в конечном итоге лишние килограммы. Тоже повторяю об этом неоднократно. Диета обычно сопровождается чувством голода и дискомфортно. В организме возникает сигнал тревоги, и в ответ на него запускается своеобразный механизм защиты. Суть которого – сокращение расхода энергии, снижается активность обменных процессов, калории сжигаются медленнее. Но вот диета закончилась, рацион питания стал обычным, а организм не успел перестроиться и все так же медленно сжигает калории. Если вам за 30, то такая инерционность довольно велика, и частая смена диет замедляет скорость обменных процессов все больше и больше. В таких условиях избавиться от лишнего жира довольно затруднительно, а то практически и невозможно. Невыход и липосакция. Бразильские ученые Университета из Сан-Паула под руководством Фабианы Беннатти не так давно провели специальное исследование, опубликованное в журнале клинической эндокринологии и метаболизма. Оказывается, через несколько месяцев после липосакции в абдоминальной области возможно компенсаторное увеличение висцерального жира окружающего органы брюшной полости. Правда, исправить ситуацию и предотвратить увеличение висцерального жира можно регулярными физическими упражнениями после липосакции. Но с другой стороны, зачем тогда липосакция? Не такая уж и безобидная операция, если изменением рациона, питания и физической активностью можно и так добиться прекрасных результатов. Как же нам с вами удержать висцеральный жир в норме? Решить проблему с избытком висцерального жира помогут всем известные методы. Опять давайте их повторим. Занятия в тренажерном зале в сочетании с аэробными нагрузками, здоровое питание и умение справляться со стрессами. Это аксиома здорового образа жизни. Если на подкожные жировые отложения мы можем повлиять в какой-то степени такими методами, как массаж, обертывание и прочее, то на висцеральный жир никакие наружные косметологические воздействия не повлияют. Но зато эта разновидность жировых отложений очень чувствительна к изменению рациона, в том числе и в калорийном отношении, и к аэробным физическим нагрузкам, то есть аэробика, бег, танцы, лыжи, плавание и так далее и тому подобное. Если вы снизите калорийность своего питания и начнете заниматься, то в первую очередь будет уходить именно висцеральный жир, как более метаболически активный. Вот только резко уменьшить порции не следует. Если вы хотите уменьшить свои порции, то не делайте этого резко. Снижайте калорийность не более чем на 250 калорий в день, чтобы организм не воспринимал такие изменения, как стресс, и не включал защитные механизмы. Включайте в свой рацион продукты из цельных злаков. Овощи, молочные и кисломолочные, нежирные продукты, нежирное мясо, рыбу, яйца и птицу. Такой рацион позволяет получать все необходимые вещества и в то же время уменьшить размер талии. Из напитков чрезвычайно полезен в этом отношении, как, впрочем, и в других зеленый чай. Пять чашек зеленого чая в день значительно повышают ваш уровень метаболизма, позволяя лучше сжигать жиры. Обязательно занимайтесь физическими упражнениями от 40 до 80 минут через день на регулярной основе. Для избавления от внутреннего жира рекомендуют аэробные виды нагрузки, но и силовые упражнения, развивающие мускулатуру, позволяющие сохранить мышцы. Так же будут не лишними. Ведь мы знаем, что мышечная дистрофия, то есть увядание мышечной ткани, начинается уже, подумайте, в 35-40 лет. Так что в борьбе с висцеральным жиром не забываем и о других проблемах, подстерегающих нас. Отдельно стоит упомянуть о специальных физических упражнениях, воздействующих на определенную группу мышц. Например, мышцы живота и брюшного пресса. Это приседания, качания пресса, наклоны и другие упражнения. Несомненно, они полезны. Укрепляют основные мышцы живота, мышцы спины, конечностей. Правда, существенного влияния именно на подкожную жировую прослойку и внутренний жир эти упражнения не оказывают. Но это и не повод отказываться от них. Например, отличное упражнение «Вакуум» предназначено для мышц живота. Как же оно делается? Глубоко вдохните, наклонитесь, доставая пальцами до земли, стараясь всеми мышцами, прижать живот к спине. Задержите дыхание на счет 10, выпрямитесь и выдохните. Это упражнение хорошо тренирует мышцы, которые с трудом поддаются проработке, нормализует работу внутренних органов и в целом, наряду с другими мероприятиями, способствует формированию красивых очертаний живота и талии. Большое значение для избавления от лишнего веса имеет борьба со стрессами. Конечно же, исключить их из своей жизни мы не можем. Но и не дать им управлять нами и нашей жизнью – это вполне возможно. Ну и последний совет. Спите не менее 8 часов в сутки. Ученые обнаружили прямую зависимость эффективности сжигания жира от сна. Итак, подведем итог. Умеренное качественное питание, физические нагрузки и достаточный сон – это те простые мероприятия, которые позволят вам избавиться от избыточного веса и от вредного висцерального жира. Обрести стройную подтянутую фигуру, пусть не очень быстро, но зато надежно, но и самое главное – без вреда для вашего здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok